Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Жена предлагает на развод, она сказала, пропали чувства, я с тобой разложился и испортил лучшие годы в моей жизни. Договорились, что заявление она подаст после Нового года. Недели до праздника все было замечательно, общались на отличные темы, был интим. Про развод она не забыла. И вот на Рождество мы сильно поругались, злобо-венслово, чуть ли не до драга, но высказал мне все, чтобы о мне думать, с матом, проклятиями, оскорблениями, обзывала всяческое, грозилось вызвать психочку или милицию. По итогу утром я собрал часть вещей и съехал на время, сказал для начала две недели, там посмотрим. На следующее утро она написала в мессенджере, что типа разбила телефон, помоги починить. Я нашел ремонтника. По итогу живем по отдельности, уже три недели, а на праздничке происходит денег на ребенка, я даю. Я, конечно, дурак, меня занят ее звонить чуть ли не каждый час, и, соответственно, это безумно, и она начинает орать. Приятного в этом мало. В кино мы были, семью исходили, на ее день рождения я ей и ее родителям ресторан организовал и оплатил. Ну и сам был, конечно. То есть я, скорее всего, тряпка и подкаблучник, я и так знаю. Ну и плюс постоянно она говорит, что ей будет хорошо без меня, что я испортил 18 лет жизни ей. Есть ли шанс вернуть жену и выстроить новые отношения? Причем с субботу поговорили. Она сказала, что устала одна тянуть семью, хочет побить одна, смотрит шаховы, не любит меня уже год. На тему ребенка общается нормально. Если честно, ситуация, которую вы описываете, выглядит так, как будто ваша супруга не слишком торопится, скажем так, не слишком торопится все же с вами разводиться. Несмотря на то, что о разводе она вроде как говорит и вроде как это то, что она хочет. Такое ощущение, что ваша жена как будто бы вас, с одной стороны, наказывает за что-то, с другой стороны, действительно, ей, вероятно, хочется побить одной. Ну и да, там, пересмотреть, может быть, какие-то вещи в контексте своей собственной жизни, почувствовать вообще, как это жить без вас, да, нравится это или нет. Вот, и в целом, ну, 17 лет срок довольно большой, и то, что человек за это время мог измениться, то, что могли измениться за это время, какие-то приоритеты, ценности, взгляды, это вполне нормально. Вот, нет ощущения, что ваша жена прям хочет с вами развести, по крайней мере, сейчас, на данный момент. Да, у вас в отношениях есть трудности, у вас в отношениях действительно есть проблемы, это правда, вот. И, на мой взгляд, в первую очередь, нужно, конечно, определить, что это за проблемы, да, то есть, ну, вот, какого типа это проблемы, что это за проблемы, вот. И какой вклад вы в эти проблемы вносите, то есть, иными словами, что конкретно делаете вы сами? Для того, чтобы эти проблемы, которые были в отношениях, в том числе конфликты, вот, в том числе какие-то вот разногласия, вот. Вот, какой ваш вклад в это, это очень важный момент, на мой взгляд, потому что, если вы сами, сами, не замечаете, по-моему, как, ну, вот, получается, так, что вы участвуете, что вы участвуете с своей женой в конфликте, вот, вот, то вы, соответственно, ну, не можете, как бы этим управлять, вот. И, получается, что вы, ну, беспомощны, а вашу жену, да, ну, ее, вот, что-то беспокоит, вот, ее, что-то, 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 ну, привозят, вот, и так далее. И вот это все, как будто бы, условно говоря, проходит мимо вас. Вот. Что еще проходит, что еще, очень важно заметить. Как будто бы вы достаточно сильно склонны к тому, чтобы чувствовать себя виноватым. как будто бы вы, вот, ну, от своей жены, как бы, заряжаетесь, вот, чувством вины перед ней, да, что может быть следствием того, что вы не уверены, не уверены в себе, вот, а вы как-то, ну, вот, себе сами сомневаетесь, что вы как-то, вот, ну, сами себе не доверяетесь, вот, по какой-то причине, то есть здесь есть какие-то причины, да, причины, да, причины, да, причины, да, причины того, что вы, вы, вот, к себе относитесь, ну, вот, я бы сказал, не очень, то есть у меня возникло такое ощущение, что, вот, в той или иной степени, да, вы можете перед своей супругой, да, значит, как-то, вот, заискивать, да, вы можете перед ней, как-то, вот, ну, унижаться, то есть вот эта идея о том, что вы, ну, как-то, вот, себя, ну, принижаете, вот, и, конечно, это может, ну, бросаться в глаза, вот, естественно, это может бросаться в глаза, естественно, это будет бросаться в глаза, вот, поэтому этот аспект нужно в любом случае корректировать. Смущает, то есть, ну, работать с вашим чувством вины, да, они неуверенностью в себе, может быть, если это есть страх, там, допустим, потерять свою жену и так далее. В следующий момент, в следующий момент вы говорите о том, что вам хочется ей, может, ну, звонить, да, вы говорите о том, что хочется ей, вот, хочется с ней выходить на компакт. Вот. И что меня здесь, вот, пожалуй, интересует, так это то, чем это обусловлено. То есть не обусловлено ли это, например, случайно, случайно, тем, что вы её контролируете. Вот. То есть её, вот, её реакция такая на то, что вы хотите выйти с ней на связь, вот. Реакция агрессии какой-то, да, получается. Очень похоже на то, что вы, вот, ну, можете, можете нарушать её личные границы, вот. Я не знаю, конечно, так это или нет, но, вот, есть у меня такое ощущение. То есть либо здесь ваше стремление к тому, чтобы её контролировать, это один момент, либо это ваше. Ловится, конечно же, ваше нуждаемость в ней. Постоянная. Вот. То есть тут тоже, вот, очень важно, чтоб этого, конечно, было поменьше, чтоб этого было как можно меньше, потому что ничего хорошего из этого, естественно, Естественно, для ваших отношений не будет, не дает, не даст. Следующий важный момент, вы говорите, как вернуть, вернуть отношения, как вернуть жену. Вот смотрите, во-первых, если возвращать, то возвращать для чего? Это первое. То есть если возвращать, то возвращать зачем? И второй момент, это вот, что интересно, знаете, второй момент, что интересно, именно про жену. То есть вы как будто бы в ней видите только жену. Понимаете, всем стуком? Вы как будто бы в ней, как будто бы в ней, не видите личности, вот. А это вообще-то очень важно. То есть, ну вот. Очень важно, чтобы в человеке вы видели личность, чтобы у вас было что-то общество, что вас объединял, допустим, не только ребенок, например. А вот, чтобы вас объединял, объединяли еще и какие-то общие интересы. Чтобы у вас было общие, чтобы между вами было общие. Понимаете? Какая штука. Если общего между вами нет, или если общего между вами мало, вот, например, то это является серьезной проблемой. Поэтому я бы, наверное, смотрел не в сторону того, чтобы кого-то возвращать сейчас. Я бы смотрел сейчас в сторону того, чтобы налаживать контакт. Чтобы ваша жена не обеспечилась, когда вы ей звоните, чтобы она реагировала на это, ну, по возможности, спокойно. Вот. Чтобы для нее это не было каким-то вызовом, чтобы для нее это не было какой-то угрозой, как это есть сейчас. А сейчас для нее это вот, к сожалению, как будто бы угрозой. Угроза очень серьезная, потому что она бесцаревная. Дальше. Значит, вы говорили, вы вот написали о том, что у вас возникла ссора, которая дошла чуть ли не до драки. Ну, вы понимаете, я, вот, лично я сильно сомневаюсь, что ссора может быть на, может быть на равном. Вот. То есть, очевидно, ну, вот, какой-то конфликт у вас имел место быть, или имел место быть, или имеет место быть. Вот. Очень важно увидеть, какой вы вносите вклад в этот конфликт. Вот. Именно вы. Потому что если бы вы не вносили вклад в конфликт, вот, он бы не получился. А раз он получился, вот, значит, вы вносили в него вклад. Вот. Вас никто не обвиняет. Поймите, поймите это, пожалуйста, никто вас не обвинит. Вот. Вот. Я говорю именно о разборе ситуации. Вот. Далее, вам нужно понять, чего вы хотите и что вы чувствуете к своей жене. Вообще. То есть, если вы любите ее, как любовь проявляется, если вы ее любите, да? Вот. А если вы в ней, допустим, нуждаетесь, вот, как это проявляется, что вы, ну вот, что вы в ней нуждаетесь? А если вам что-то не нравится, а, ну вот, опять же, там, допустим, ну, допустим, в ней, да? Вот. В ней, в ее, вот, там, поведении и так далее. Вот. Тоже очень важно увидеть, о чем идет речь. А, потому что это все такие вот достаточно важные моменты. Ну вот. Очень важно увидеть также, говорите ли вы ей об этом или нет. То есть, насколько вы с ней искренне. Вот. Нет ли такого, например, что вы терпите, да? Нет ли такого, что вы терпите то, что вам, например, не нравится в своей жене? Вот. То есть, опять же, если вы будете как-то обманывать, да? Вот. Если вы будете обманывать себя, обманывать свою жену, вот, то, на мой взгляд, также ничего хорошего не может быть. Вот. Очень важно, очень важно, что семья, ну вот, вы как семья и вы как пара, да? Не одно и то же. Очень важно этот момент, эээ, увидеть. Что это разное. И что, эээ, некоторых людей, конечно, не факт, что это может быть, эээ, про вашу жену, да? Но некоторых людей, довольно сильно, эээ, напрягает, и я бы даже сказал, расстраивает то, что, эээ, вот, эээ, значит, эээ, человека, эээ, видят, только как ээээ, допустим, ну, как эээ, как эээ, как эээ. Видите? К пример. Вот. Эээ, не, 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 некоторых людей, некоторых, не всех, не всех, но некоторых людей это очень прямо сильно, эээ, ну, демотивирует, очень прямо сильно напрягает. Вот. Поэтому необходимо отличать, эээ, ваше отношение, эээ, ваше отношение, эээ, как родители, эээ, и ваше отношение как, эээ, ну, как пары, как пары, как пары, как пары. Вот. В одну кучу, эээ, лучше не смешивать, не мешать эту в одну кучу, потому что так происходит смазывание. Далее. Ваша жена говорит, что она, эээ, устала просить себя на себя. Давайте подумаем, эээ, лично мне, вот, лично мне, эээ, показалось, я не знаю, как, эээ, на самом деле, конечно, обстоят дела, вот. Но, лично мне, эээ, показалось, что ваша жена, наоборот, эээ, не так уж, чтобы много чего делать. Вот, мне показалось, что вы такой довольно, довольно, эээ, ну, довольно активный, мне казалось, что вы, эээ, такой, знаете, довольно-таки, эээ, ответственный человек. Вот, хотя, конечно, эээ, тут я могу ошибаться и, тут я могу быть неправ, вот, эээ, потому что, ну, совершенно логично, что, эээ, каких-то вещей, аспектов я не вижу, не знаю и так далее. Вот, но, тем не менее, эээ, тем не менее, тем не менее, тем не менее, было бы, конечно, очень здорово, если бы вы вот этот момент, эээ, для себя сами хотя бы разобрали. Вот, а чего, собственно, происходит-то? Вот. Почему? Ва, ээээ, ваша жена, да, говорит о том, что она вот устала все на себе тянут. Вот. То есть, может быть, она правда устала все на себе тянут? Вот. 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 Но если она тянет все на себе, как так получилось? Вот. Как так вышло, что она все тянет на себе? Как так вышло, что у нее складывается такое впечатление, такое ощущение, что она это делает? Притом, что я уверен, почти на сто процентов я уверен, что вы стараетесь все, что в ваших силах делать. Но, тем не менее, этого оказывается как-то недостаточно для нее. Вот. И совершенно точно, что это не случайно. Вот. И это нельзя игнорировать. Потому что это, эээ, потому что, в том числе, это порождает определенные проблемы. Между вами. Вот. Эээ, мне также, мне также показалось из вашего текста, что вы знакомите нас с проблемой, ну, вот, я имею ввиду со своей, эээ, ситуацией, да. Вы знакомите нас с ней. Эээ, как бы, просто факт. То есть, у меня возникло ощущение, что, эээ, ну, что вы, как минимум, не все, не все данные поставили, да, не все рассказали нам. Вот. Самое главное, самое главное, что вы мне рассказали, это сегодня все началось. Вот. Сегодня начался ваш, эээ, ну, кризис, вот, кризис ваших отношений. Вы же пишите, что жена подает, подает на народ, но оно, оно не просто, так, на народ подает. Есть какие-то основания, для этого. Это вы, своя история. Вот. А что это за история, да? Об этом мы не знаем ничего, к сожалению. Поэтому очень, очень важно, чтобы вы нам об этом рассказали. И мы уже могли бы тогда вам, конечно, эээ, дать какую-то обратную связь. Эээ. Сейчас, ну, понятно, что сейчас это очень общая только. Эээ, да, конечно, смущает то, что вы, вот, изо всех, как бы, сил, ээээ, стараетесь ей, ну, что вам хочется ей позвонить. Ну, вот, это, конечно, смущает. Эээ, нам, ну, потому что, вы здесь, эээ, демонстрируете зависимость, как я уже сказал. Ну, вот, с этим нужно разбираться. Эээ, все, у меня есть ощущение, что, вот, на уровне взаимодействия, да, между нами, нет соблюдения уважения личных, личных границ её и вас. То есть она уважает, уважает ваши личные границы, не видит, не видит их, не видит их, не замечает. И вы, её личная граница тоже, тоже, ну, не замечает, не замечает. Если это так, то это является, ну, довольно серьезной проблемой, на мой взгляд. Можно ли это исправить? Да, конечно, конечно, это можно исправить. Но вот это все корректируется, если есть желание у вас и у нее, но в принципе вашего желания здесь может быть достаточно. То есть это все корректируется, вне всякого сомнения. Вот. Вот как-то так. Фильм, конечно, вам сочувствую. Потому что вы оказались в такой ситуации для себя весьма неприятной. Вот. Думаю, что это неприятно, больно и так далее, но вы все об этом говорите. Ваши чувства, в том числе, может быть, какую-то обиду, если есть на вашу жену, необходимо плачать и выразить, чтобы эти чувства вас не отвлекали, не мешали вам. Не подавляли вас. Вот. Вам будет самому проще. Тогда взаимодействовать. Со своей супругой, да? И вот, ну, может быть, это поможет вам не сказываться в, ну, скандал, да? Вот. И... Может быть, это поможет вам не провоцировать еще больше ухудшение отношений с ней. Вот. Поэтому тут тоже вот такой очень важный момент, да? Чтобы вы подходили к конфликту, то есть взаимодействовать с ней грамотно. Сейчас. Вот. Чтобы это было по возможности такое вот осознанное, ну, осознанное действие. Вот. Вот. Чтобы это было по возможности осознаваемое вами поведение, поведение. И чтобы оно отражало суть того, что вам хочется, например. Вот. Это очень важно для того, чтобы отношения, на самом деле, на воде. На мой взгляд, ну, предположительно. Нужно какое-то время для того, чтобы супруга как-то успокоилась, да? Вот. Нужно какое-то, ну, нужно время для того, чтобы она пристала сюда сорваться. Чего-то, ну, чего-то такого негативного, да? Чего-то такого вот прямо деструктивного. Вот. Нужно время для этого нужно, ну, вот здесь постараться, показать в этом смысле вот ваши, ну, намерения, да? Вот. И так далее. Ну, что же, на этом, я думаю, можно будет мой ответ закончить. Вот. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, да? Позволит вам сформулировать, вот, какие-то базовые постулаты для психотерапии. Вот. Я вам хочу пожелать всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Спасибо. Спасибо.